МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня открылся музей. Самый большой детсад. В Рязани на улице Гагарина открылся после реконструкции 123-й детский сад. Спайсы через интернет. Оперативники наркоконтроля ликвидировали целое звено нелегальной торговли синтетическими наркотиками. Ну а теперь обо всем подробнее. Первая новость пришла сегодня из регионального правительства. Стало известно о назначении Елены Буняшиной на должность исполняющего обязанности заместителя губернатора. Такое распоряжение подписал глава региона Олег Ковалев. Напомним, что эта должность стала вакантной после отставки Елены Царевой. Ранее Елена Буняшина трудилась на посту министра образования Рязанской области. Она имеет звание заслуженного работника сферы молодежная политика. Награждена государственной наградой – медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. И еще одна социально важная информация получена от областных властей. На улице Гагарина открылся после полугодичной реконструкции 123-й детский сад. Сейчас уже сформированы группы, а всего детский сад сможет посещать более 400 маленьких дошколят. В Рязани после реконструкции заработал детский сад номер 123 на улице Гагарина. Летом достроили третий этаж, что позволило открыть пять новых групп на 140 человек, в том числе две группы для двухлеток. Общее число воспитанников увеличилось до 420. Садик стал самым крупным в регионе. Сегодня детский сад посетил губернатор Олег Ковалев. Он осмотрел помещение. Во многих проходили занятия. Качеством ремонта Олег Ковалев остался доволен, отметив, что не имеет замечаний, которые обычно бывают при посещении детских садов. Сейчас этот детский сад стал крупнейшим в Рязанской области. Здесь две группы будут для детей двухлеток, а остальные для детей старше трех лет. В принципе, проблема для этого микрорайона, проблема в своих случаях, она решена полностью. Олег Ковалев также ответил, что строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений, как в областном центре, так и в области, будет продолжено. Так, до конца года планируется завершить строительство новых детских садов на улице Братиславской, в рабочем поселке Сарая и Листвянке. Также городские власти планируют открыть несколько новых групп для детей двухлет, уже действующих в детских садах областного центра. Мы работаем с федеральным центром, чтобы все-таки сохранили на 15-й год еще программу развития детских дошкольных учреждений. У нас есть ряд детских дошкольных учреждений, которые нуждаются в реконструкции, осовременивании. И мы должны еще построить несколько детских дошкольных учреждений с тем, чтобы создать, будем говорить, уже задел под будущее. С решением проблемы мест в детских садах, отметил Олег Ковалев, работа по совершенствованию социальной сферы не будет прекращена. Следующим этапом станет реконструкция школ, которые должны соответствовать современным требованиям образовательного процесса и строительствам сельских домов культуры. И еще одна торжественная церемония открытия состоялась сегодня. В Академии Федеральной службы исполнения наказаний открылся музей, посвященный 80-летнему юбилею вуза. Праздничная программа этого события расписана на неделю вперед. Ну а первым и самым радостным событием, как для курсантов, так и для его руководства, стало открытие музея истории уголовно-исполнительной системы. В Академии ФСИН России состоялось открытие музея истории уголовно-исполнительной системы и, собственно, самой Академии. Радостное событие приурочено к 80-летнему юбилею вуза. Мы гордимся тем, что событие это происходит в особо важный юбилейный день нашего учебного заведения. Несомненно, что кроме исторического значения, открытие музея послужит нравственным и патриотическим воспитанием молодых сотрудников и курсантов, популяризацией традиций и нравственно-отических основ службы уголовно-исполнительной системы. Именно сейчас в условиях реформирования важно преодолеть сложившиеся отчасти негативные стереотипы о работниках медитационных учреждений, да и всей системы в целом. По мнению руководителей Академии ФСИН, музей станет важным фактором повышения престижа и авторитета сотрудников уголовно-исполнительной системы. Но и, само собой, его открытие послужит хорошим трамплином в воспитании нравственности и патриотизма. Я не хочу, так скажем, умолять достоинства всех остальных вузов, но Академия Рязанская самая большая. Сегодня мы стараемся поднять, вы еще раз говорю, престиж работника ФСИНа и потихонечку нам это удается. Как известно, никто так не ценит и не соблюдает традиции, как люди в форме. Открытие музея, несомненно, поможет привить курсантам чувство гордости и уважения к избранной профессии и учебному заведению. Как известно, Рязанский медицинский университет – это кузница кадров для больниц и поликлиник нашего города. Ну а для того, чтобы будущие врачи могли устроиться на работу в лечебные учреждения города и области, в стенах вуза проходят традиционные ярмарки вакансий. Ярмарки вакансий проводятся в Рязанском государственном медицинском университете дважды в год. Весной и осенью выпускники, интерны, ординаторы и студенты приходят сюда, чтобы пообщаться с работодателями. Сегодня у нас присутствует лечебное учреждение Рязанской области, где востребованы кадры. Мы направляли, ну стоит, наверное, сказать, что некоторые прислали нам письма, что штат укомплектован. Сегодня мы к вам не придем, но спасибо. Это тоже очень радостно. Если нет вакансий, значит мы уже поработали в том формате, что укомплектовали данные больницы полностью врачами. Профориентация – это очень важно. И трудоустройство выпускников – это один из показателей, в том числе и эффективности работы вуза. И то, что наших выпускников нет на бирже труда, смею, наверное, сказать, это и уровень качества университета. И это, безусловно, наверное, та работа, которую закладывают и ярмарки вакансий в том числе. Специалистов интересуют условия работы и размер оклада. Старшекурсники получают информацию о востребованных специальностях и выбирают себе будущее. Студенты, у которых еще нет диплома, но есть сертификат среднего медицинского персонала, тоже могут устроиться работать по специальности. Кстати, для помощи студентам старших курсов в Рязанском медицинском университете уже несколько лет работает Центр содействия трудоустройства выпускников. По статистике трудоустройства наших выпускников можно сказать, что ни один наш выпускник не состоит на бирже труда, что это немаловажно. И все наши выпускники, их более 95, можно так сказать, процентов трудоустроены по специальности. Я студентка пятого курса лечебного факультета. Я бы хотела посмотреть, какие требуются специалисты непосредственно в нашем городе, в Рязани и в области, чтобы в дальнейшем, напираясь на это, выбрать свою будущую специальность. Мы рассмотрим все варианты, доступные нам. Мы хотим поехать в сельскую местность работать. Меня интересует акушерство-гинекология. Почему в сельскую? Там миллион дадут. И оплатят наше обучение в интернатуре или ординаторах. И опыт будет больше, чем в городе. Мы получим больше опыта. В этот раз на ярмарке вакансий было представлено около полусотни работодателей. Выпускники РязГМУ востребованы во всех лечебно-префилактических учреждениях Рязанской области. А теперь о другом. Рязанские наркополицейские и сотрудники ФСБ задержали целую группу торговцев с пайсами. Задержанные продумали целую схему продажи синтетических наркотиков через сеть интернет. Подробности далее. Сотрудники УФСКН России по Рязанской области и УФСБМ на России по Рязанской области в ходе совместной операции ликвидировали рязанское звено преступной организации, специализирующейся на интернет-торговле синтетическими наркотиками на территории России. Задержаны три участника преступной группы, у которых были изъяты 3 килограмма 150 граммов смертельно опасного товара, так называемая скорость и спайс. В Рязани филиал федерального виртуального магазина представляли два родственника. Граждане Украины 27 и 32 лет, а также 29-летний житель республики Башкортостан. Применялась стандартная криминальная схема. В обязанности мужчин входило получение оптовых партий наркотиков, их расфасовка и организация тайников. В целях конспирации исключался прямой контакт с покупателями. Вместо закладок сообщались оператору, который направлял к ним покупателей. После того, как они перечислили деньги на электронные счета, за свои услуги сбытчики получали зарплату. Задержанные были прекрасно осведомлены о прокатившейся по России эпидемии отравлений спайсами. Однако, относительно своего занятия у грузини совести не испытывали. А почему ты решил заняться этим делом? Потому что денег не было. И не мог найти работу. А тебе не приходило в голову, что от этих наркотиков мог кто-нибудь отравиться и оправиться насмерть? Дети-школьники потребляют спайсы, соли. Да, конечно, приходило в голову. Но если вы это честно покажете, то никто никого не заставляет. То есть такая позиция, да? Да, не позиция даже, а... Каждый волен травиться сколько ему угодно и чем угодно, да? Ну, водку тоже так же все пьют. Нейтрализованные преступники были, что называется, вовремя. Граждане Украины, собрав вещи, уже готовились покинуть Рязань. Один из них был задержан, когда выносил из квартиры около килограмма наркотиков, чтобы перепрятать пакет в другое место. В гостиничном номере, где остановился житель Башкирии, сыщики обнаружили еще более двух килограммов вредоносной синтетике. Сотрудники арестованы. Им грозит-то до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. А в областном управлении МЧС подвели итоги работы ведомства за 11 месяцев этого года. Вопросы поднимались самые разные. Были там и огонь, и вода. Полный отчет о работе рязанских спасателей в репортаже Оксана Тебенихиной. 5 ноября в Главном управлении МЧС России Паризанской области состоялась пресс-конференция. Основной темой стал вопрос безопасности людей на воде. Несмотря на профилактические мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на воде, за период с начала октября и по сегодняшний день в регионе утонуло 7 человек. Ледовый покров на водоемах составляет не более 8 сантиметров, а в большинстве случаев он не превышает и трех. Конечно, такой лед не в состоянии выдержать человека. Многие люди не понимают этого, либо просто пренебрегают безопасностью и выходят на неокрепший лед. К сожалению, для семи человек это закончилось трагически. Сложившаяся неприятная обстановка вызывает обеспокоенность, поэтому для предупреждения происшествий сотрудники Государственной инспекции по мировым судам, спасатели, поисково-спасательной службы, сотрудники главного управления на воде постоянно проводят патрулирование водоема. Во время профилактических рейдов людям расскажут об опасности выхода на лед, раздаем памятник и призываем людей покинуть неокрепший лед. Также не осталось без внимания тема пала сухой травы. Несмотря на то, что на дворе далеко не жаркое лето, эта проблема по-прежнему остается актуальной. Только за прошедшие выходные и праздничные дни, за четыре дня, пожарные подразделения совершили более 120 выездов на тушение сухой травы. Проблемные выезды зарегистрированы в городе Рязани, это вот всем вам известная пойма реки Ака, и в 18 районах области, такие как Путятинский, Пронский, Касимовский, Сапожковский и другие. Всего с начала пожароопасного периода было совершено более 3700 выездов на тушение загорания травы, которые угрожали населенным пунктам. Благодаря совместным действиям добровольная пожарная охрана, администрации районов, пожарных подразделений удалось удержать и не допустить огонь к населенным пунктам. Как отметили руководители ведомства, количество пожаров в регионе увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4%. Между тем, количество пострадавших и погибших в огне сократилось. Ну а теперь о прекрасном. Актеры Рязанского театра драмы посетили немецкий город по братьям. Труппа из 12 человек отправилась на гастроли в Мюнстер с детским спектаклем под названием «Волшебные сны Кузьмы». Как встретили наших актеров, европейские коллеги и зрители, узнаем из первых уст. Рязанский театр драмы вернулся с гастрольного тура из города Мюнстер. «Волшебные сны Кузьмы» – так назывался спектакль, с которым рязанские актеры выступили на немецкой сцене. Спектакль детский, рассчитан на детскую публику, но очень приглянулся нашим рязанским взрослым зрителям и пользовался большим успехом, что на выездных спектаклях, что и здесь у нас в театре мы его начали играть. Хотя изначально мы планировали его только для таких ближайших гастролей по нашей Рязанской области. В итоге вот так вот нежданно-негаданно он доехал до Мюнстера даже. И спектакль – это, в общем-то, о вечных проблемах. Он и понятен, наверное, за это и детям, и взрослым, потому что здесь проблематика каких-то… Ну-ка, зависти человеческой, проблема того, что… И сейчас это очень актуально, что человек всегда мечтает разбогатеть, забывая о том, что в его жизни еще много других ценностей, которые в итоге в этом спектакле, в финале, становится понятно, что они намного важнее, нежели просто богатство и достаток. Мюнстерские дети, они, ну, не сильно отличаются от русских, потому что этот спектакль, он рассчитан на детей, и, соответственно, мы говорим языком понятным детям. Поэтому даже порой, когда они не понимают, что мы говорим, то есть, ну, в связи с разностью речи, да, но они все равно понимают по тому действию, которое происходит на сцене, по взаимоотношениям, по каким-то ноткам в речи, они все равно понимают, что мы имеем в виду, куда мы направляемся и, как бы, про что эта история в итоге получилась. В свете последних событий, происходящих на мировой политической арене, особенно интересно, как наших актеров приняли на сцене театральный. К нам на спектакли пришла делегация из города Мюнстер, которая приезжала в Рязань в рамках празднования 25-летия дружбы Рязани и города Мюнстера. Им так понравились наши спектакли, что они приняли решение пригласить Рязанский театр драмы к себе. Мы очень довольны полученным опытом. У нас завязались очень хорошие, дружеские, тесные отношения с театрами города Мюнстера. Но то, что неожиданным, это однозначно в свете последних событий в политическом мире. Но я хочу сказать, что все-таки все трудности, они больше касаются высокой политики. Что касается простого обывателя, я могу сказать однозначно, что они очень тепло к нам относятся. Очень тепло. Мы не почувствовали абсолютно никаких проблем, никаких трудностей в общении. Более того, был очень теплый прием, очень радужный. И никаких вообще даже воспоминаний о том, что есть какие-то сложности в сфере политики. Так что для рязанских актеров драм-театра дверь европейской обители искусства открыты всегда. И это не может не радовать. Тем более, что совсем скоро наши трупы вновь отправятся в Германию покорять местного зрителя российскими постановками. В общем, высокое искусство не знает границ. И даже несмотря на санкции и запреты, культурный обмен между странами и народами все-таки продолжается. Это был последний видеоматериал нашей программы. На сегодня это все. И до встречи завтра в нашем итоговом еженедельном обзоре рязанских событий. Редактор субтитров А.Семкин